у у доброе утро ничего не изменилось сегодня по-прежнему утренняя пятница меня по Прежнему уже сорок два года завод сергей и если вдруг у вас в регионе Весна прекратила свое существование, наступила опять осень. Да ничего страшного, всегда себе делаем настроение только вы. И погода здесь, она как стимул, но... Ну ладно. Хочу сегодня поделиться своим субъективным мнением. Субъективным. Кто не хочет, может не соглашаться. Если вы не любите слушать ненормативную лексику, то переключайте на утренние кофе, ботушки и смотрите какие-то мультики или детские передачи. Вы знаете, сегодня хотел рассказать несколько лайфхаков, которые за 17 лет я, наверное, для себя... Не то, что понял, но которые подчеркнул, которые действительно могут олицетворять культуру бара, ресторана или другого иного заведения. Потому что мне вот недавно написала девчонка одна, она никакого отношения не имеет к барной культуре. Она попросила, говорит, Сюша, ты, может быть, знаешь, как определить с обхода, насколько это хороший ресторан? То есть в моем районе построили офигенный ресторан, назвали его какой-то там французский ресторан, а крутой шеф-повар приехал. Но я ничего не знаю, можно ли определить, насколько действительно со входа он толковый или не толковый. Я вам расскажу несколько фишек, которые действительно можно понять по входу или по первым 10 минутам. Опять же, не всегда есть свои исключения, насколько можно понять, насколько ресторан качественный. Первую очередь, когда вы заходите в ресторан, блять, не должно быть запаха кухни. Запах кухни – это сразу я вам советую прямо разворачиваться, бежать. Ну, вам, наверное, любой толковый шеф-повар или любой человек, который часто посещает рестораны, об этом расскажет. То есть там несколько есть факторов определенных. Это или экономия света, экономия на вытяжках или слабые вытяжки, или вообще их не существует, потому что когда ты потом приходишь домой, у тебя вся одежда пахнет ребрами, стейком или мясом. То есть запах кухни, запах жженого, дешевого масла – это сразу можете разворачиваться. Здесь или экономят, или что делать. Опять же, это все субъективно. Второй момент. Когда вы заходите в ресторан, вас должны не то что там встретить там… Прямо… Нет. Никто об этом не говорит, что вас должны там рассосать или расцеловать. Никогда. Вам должны хотя бы сказать «Доброе утро» или «Добрый день», «Здравствуйте», «Спасибо, что пришли к нам». Если нету хостеса, официант просто бежит, он может просто остановиться и сделать какой-то, не знаю, там, комплимент, там, классные туфли. Хотя бы просто сделать акцент, что вас увидели, вас не забыли. Это мы говорим про вход. Внимание. Внимание обязательно. Потому что, когда вы приходите, блядь, в ресторан, вас не то что никто не встретил, вы ходите как беспризорник, блядь, по всему ресторану, и ищите один менеджер, блядь, тот ковыряет козюли там у нас, блядь, официанты ля-ля-ля-ля на станции. Но это тоже пиздец. Поверьте мне, такого не должно быть. Ну, слава богу, где я работал, такое практически не встречалось вообще. Это большое спасибо CTI Love Cafe, потому что там действительно воспитание было очень крутое в этом плане. Третий момент. Когда вы садитесь за стол, садитесь за барную стойку, неважно, опустите просто свои ручки под стол и пощупайте. Это я всегда так ищу, это такая фишка, знаете, кто работает давно в ресторане, ты ищешь, блядь, жвачки. Коллекцию стиморола или дирола, который остался после других гостей или которые там это все прилепили. Есть заведение, вот вы сейчас, наверное, смеетесь, поверьте мне, есть заведение, где можно собрать вот такой клубок огромный, всей коллекции, полностью все, что выпускалось с 76-го года стиморола. Там, где реклама, помните, там полицейский чекулю там останавливает где-то в прериях и начинает ее очень жестко распедаливать по поводу того, что надо жвачки жевать, чтобы потом вкусненько пахло из ротика. Ну, и так далее. Ну, смотрите, я вам честно, серьезно говорю, что это одно из правил. Это значит, нет уборки, это значит, не следя за своей атмосферой в баре или в ресторане и так далее. То есть, это все банально, просто проверьте ручкой, посмотрите жвачки, наличие жвачки. Ну, и вообще, чистота в зале – это первый признак. Вы приходите к, ну, всегда, почему мы называем гостей гостями, да, потому что они приходят в гости к нам, мы их встречаем, мы их лелеем, мы их любим. Блин, если вы не хотите делать тот или иной продукт или как-то по-другому это хотите делать, блядь, никого не приглашайте. Закройте, блядь, заведение свое, сделайте его с пикизи или просто там закройте двери какой-то, введите в специальный фейс-контроль, напишите, что мы нахуй, вы нам не нужны, блядь, нам не нужны ваши деньги. У нас жесткие правила, мы этого не делаем, это не делаем, это не делаем, это не делаем, это не делаем. Никакому, блядь, здесь гостевом терроризме нет речи. Если вы уже открылись в общественное заведение, то будьте любезны хотя бы внимания гостям. Ну и следующее, если вы приходите просто в бар и вы не знаете, насколько это действительно охуенный бар, я всегда сажусь в бар, если меня бармен не знает, я всегда спрашиваю, например, Блади Мэри. Это не просто томатный сок с водкой, это можно действительно сделать гастрономический оргазм. Можно ставить водку на беконе, можно сделать какую-то сумасшедшую гарнировку. Это знаете, как говорят, и поел, и попил в одном лице. Ну, кстати, Блади Мэри очень хорошо повышает аппетит. Дальше я всегда кушаю в баре, потому что, ну, если мне говорят, вы знаете, мы в баре не кормим. Да какой нахуй, блядь, почему, с какого хуя ты, блядь, не кормишь в баре? Это такая же позиция, тоже оставлять деньги, я тоже принес тебе деньги. Если вам говорят, что у нас не кормят в баре, тоже задумайтесь об этом. И в конце всегда не то, что там, я там люблю очень Ирландию, нет, Я всегда спрашиваю то же самое, я люблю, тем более сейчас погода позволяет, Ариш Кофе. Потому что испортить, блядь, Ариш Кофе, поверьте мне, может, блядь, самый охуенный миксологист, блядь. Я для себя недавно сделал правило, чем охуеннее миксологисты, тем хуевее они делают Ариш Кофе. Поверьте мне. Вот, ну и внешний вид бармена тоже у вас должен всегда настораживать. Или такой стоит, как я уже говорил там, кстати, мне тоже уже надо стричься, я тоже скоро буду похожий на лесного человека, дядюшку Ау. Смотрите, стоит мальчик-мальчуган такой, вот у него фартучек такой, грязненький, ручки такие с ноготочки, грязненький. Обращайте внимание на детали, это очень важно, поверьте мне. Бывает, стоит бармен с осаленной волосы, хотя, честно, вот, я сейчас что-то рассказываю, на самом деле и в Европе, и во многих других местах я встречал просто там, ну, такой трэш. В Дублине, в Темпл-районе, в Темпл-баре стоит бармен, он прямо ест ногти, блядь. Вот, это стоят два Гиннеса, которые отстаиваются, и, поверьте мне, там эти ногти могли попасть туда. Ну, короче, ну, везде это есть. Но вы будьте внимательны, следите, самое главное, чтобы вас любили, это самое главное. Вас всех люблю, целую, хорошей пятницы, самое главное, настроение всегда делаем мы сами и атмосферу. И когда вы приходите в заведение, всегда будьте положительны и открыты. Расскажите, что вы любите бар, вы любите барменов, вы любите коктейли, вы любите вообще атмосферу. И к вам совсем по-другому будут относиться персонал и заведение. Хорошей пятницы, до следующих встреч. Всегда найдем что-то поговорить. Если вам что-то интересно обсудить, можете в комментариях внизу подписать, написать, что вам интересно, и что бы вы хотели, о чем бы хотели вы, чтобы я рассказал, по крайней мере, то, что знаю. Всем пока.